И это тоже одна из отправных точек в работе над планировками именно в башне и сеть. Всем привет! Сегодня я расскажу, как правильно делать планировки в круглых зданиях. Очень актуально это и для нашего города, так как у нас есть знаменитая башня и сеть. И если посмотреть на ее планировку, то это барабан. И все квартиры находятся по периметру этого круга. Естественно, что каждая из них это сегмент круга. Вопрос, что с ней делать, как правильно расставить мебель, чтобы было удобно, гармонично, красиво и кайфово. Смотрим! Итак, башня и сеть. Это прекрасный пример современной архитектуры, ворвавшейся в центр нашего любимого города. И я хочу сказать, что люди, которые покупают там апартаменты, конечно же, они стремятся, так сказать, заскочить на новый уровень комфорта. Потому что это реально крутящий объект. Ну, во-первых, это самый центр. Во-вторых, виды из окон потрясающие. Сами окна просто пушка. Они чуть ли не от пола до потолка и во всю стену. То есть, это панорамные виды, друзья. Снизу у вас все сервисы, которые только можно придумать, вообще, которые в голову вам могут прийти. Это и химчистки, и у них свой клининг прямо там в башне. Это же очень удобно. Тут же есть супер-пупер спортивный центр. Рестораны. В общем, друзья, настолько кайфовый центр. Поэтому, конечно, если у вас есть деньги, то не проходите мимо. Это, конечно, очень классный объект. Но есть проблема, друзья. Есть проблема. Он круглый. И когда архитекторы его чертили, мне кажется, они немного психанули. И нарезали квартиры как попало, без всякой логики. Ну, конечно, их трудно в этом обвинять. Как же в этих сегментах сделать нормальную, правильную, логичную планировку. Ну, вот взяли и на вот как попало, так и нарисовали. И сейчас на примере конкретной квартиры, которую мы делали, я покажу вам, как правильно делать планировки. Для начала необходимо провести замеры. Ну, или хотя бы взять от застройщика размеры квартиры. Они у них, в принципе, есть. Но они же строили как-то объект. Какие-то планы существуют. Далее смотрим, что получилось. А получилось изломанные комнаты. Вот с такими углами. Неровные углы, которые не 90 градусов. И, соответственно, все комнаты развернуты. Стены в виде веера. И так абсолютно все помещения, кроме одного санузла и вот этой гардеробной. Которая, кстати, тоже, говоря, маловато. Люди, когда попадают в эти пространства, сначала их впечатляют окна. Вопросов нет. Виды класс. Второе. Они начинают думать, боже мой, а как же я здесь поставлю мебель? Мебель-то с прямыми углами. Особенно шкафы. Кухонные гарнитуры. А как сюда их примыкать? Для этого необходимо делать планировку. Первое, что нужно сделать, это привести помещение к некой логике. То есть выровнять его визуально. Так как мы, люди, привыкли все систематизировать и делать пространство правильной формы. Но вот так повелось многие века подряд. Мы, в общем-то, делаем их правильные и логичные. И если посмотреть на любые интерьеры любых дизайнеров, ну знаменитых я имею ввиду, так сказать, признанных. Ну вот меня, например. То вы заметите, что вся расстановка мебели симметричная. Никто не делает асимметричной расстановки. Если вы такое находите, то это все взвешено, сбалансировано и все равно проявляется симметрия. Так вот, мы должны выдержать симметрию. А где идеальная симметрия, так сказать, получается? Она получается в правильных пространствах. Прямоугольник, треугольник. Нет, треугольник, что-то я загнал. Квадрат. Квадрат и прямоугольник. А как тут это сделать? Вот в этом тортике. В тортике в этом как? Надо постараться сделать логичными, правильной формы хотя бы часть пространства. В нашем варианте это спальня. Вот спальню, обратите внимание, мы сделали таким образом, что она выглядит таким квадратиком. Кроме стены, где окно. Оно, естественно, закругленное, естественно, панорамное. Но остальное пространство выглядит правильной формой. К нему примыкает гардеробная. Два шкафа напротив друг друга. Это очень удобно. Именно через гардеробную мы попадаем в спальню и выходим из спальни. Кстати говоря, тоже на это обратите внимание, это очень удобно. Когда мы вышли из спальни, закрыли за собой дверь и спокойно одеваемся, переодеваемся, моемся в душе, а это все здесь рядышком, то не мешаем тому, кто остался спать. Вот тоже берите на вооружение. То есть вот таким образом делится мастер спальня так называемая. Здесь в этом блоке мастер спальни есть еще ниша под стиральную машину. Вот здесь вот она и закрывается очень интересным таким зеркалом. То есть даже и непонятно, что там спрятана стиральная машина. Вот так вот зеркало отъезжает, обратно заезжает и там прячется вот эта вот бытовая техника. Это нам нужно для того, чтобы никакая стиральная машина не появилась в самой ванной комнате. В ванной комнате есть у нас раковина большая, очень красивая. Кстати говоря, здесь мы запланировали каменную такую, как будто руками выдолбленную. А, кстати, руками и выдолблено. Вот эта вот раковина с интересными стенами насыщенного синего цвета. С одной стороны стоит ванна, где можно залечь и покайфовать водички, а с другой стороны огромная душевая. Она просто нереально огромного размера. И неправильной формы. Вот это единственная неправильная форма во всем пространстве мастер спальни. Ну, что делать? Где-то будут появляться вот такие углы. Кроме мастер спальни у нас еще остался гостевой санузел, где удалось сохранить правильную прямоугольную форму. И, собственно, все, все остальное пространство это прихожая, кухня-гостиная, которая вот такой кривой, какой-то косой формы. Но, несмотря на это, расстановка мебели должна делаться с определенной логикой. Вот, смотрите, кухонный гарнитур. Остров и сама кухня располагаются по оси и разбиты таким образом, что половина кухни это скрытые шкафы, которые сливаются со стеной. Другая часть это открытая кухня. И нам было очень важно не делать навесных шкафов, чтобы не утяжелять это пространство. А вот, смотрите, на картинке вы сейчас это видите. То есть пространство сразу же смотрится легче. Здесь не хватило места для того, чтобы поставить отдельно стоящий стол. Точнее, сами заказчики даже отказались. Они сказали, что нам не надо, давайте сделаем стол, примыкающий к острову. Что, собственно, мы и сделали. Заказчики попросили такую барную столешницу. Хотя от полноценной барной столешницы мы отговорили, сказали, что это неудобно на высоких стульях сидеть. И приделали к острову столешницу на обычном уровне, чтобы можно было поставить обыкновенные стулья. Сделали мы эту столешницу из деревянного слэба. Вот из такого куска дерева. Это очень красиво. Просто выглядит великолепно. И это дерево на контрасте с белоснежной кухней, со светильниками, облачками. Вот такими легкими, невесомыми. Это, конечно, создает особенную атмосферу. И все начинается именно с планировки, друзья. То есть уже на планировке вы должны это продумывать. Где у меня встанет стол и даже какой формы он предполагается. Следующая ось это диван. Он уже стоит более свободно, развернуто и по отношению к телевизору, и по отношению к кухне. Но благодаря своей неправильной форме он абсолютно гармонично вписывается в это пространство. А поддерживает эту гармонию столик. Вот эта вот аморфная форма, у которой нет прямых углов. Она прекрасно вписывается в пространство неправильной формы. Вот это тоже один из приемов. Вписывать в неправильное пространство предметы аморфной формы. Здесь еще было очень важно сделать рабочее место. И оно стоит напротив окна. Я даже сейчас и не знаю, как хозяин будет работать. Потому что там настолько обалденные виды, что мне кажется, к черту этот монитор. Буду смотреть на город. Потому что это же выписываете, как на ладони. Весь город как на ладони. И это тоже одна из отправных точек в работе над планировками именно в башне и сеть. Потому что виды обалденные. И вообще эти окна и вид за окном можно считать как готовой картиной. Понимаете? То есть все, ничего не надо. Заходишь и вид потрясающий. Вот так здесь мы и поступали. Раскрывали максимально вид. Это и видно по планировке. Ставили максимально логично мебель. Отвлекали внимание от неважного. Ну, например, от прихожей. Она у нас абсолютно открытая здесь. Это никто не любит открытую прихожую. Что такое? Почему? Как? Поэтому для того, чтобы выровнять пространство, приходилось делать прямые фасады шкафов. Мы все это скрывали мебелью. А внутри шкафы уже вот такие немножечко кривенькие. И отвлекали внимание такими арт-объектами. Первое. Это скульптура прямо напротив входа. Она первая бросается в глаза. Такая штуковина черная, большая стоит. Как знаете, может быть, что-то такое древнее. Это важно. То есть это первая фокусная точка. За ней уже окно. То есть сначала на одном фокусируемся, потом на другом. Но для того, чтобы найти место в планировке, в интерьере, нужно подумать уже сейчас. Где мы в этом пространстве расположим этот предмет отдельно стоящий? Еще одна из таких точек, это, конечно же, скала на стене. Здесь уже в планировке мы закладывали толщину стены. Специально смотрели, влезет или нет. Это примерно 20 сантиметров. Чтобы сделать такую дизайнерскую фишку, как скала на стене. Вот видите, если бы в планировке мы это не предусмотрели, то, возможно, в последующем она и не влезла бы. Поэтому нужно заранее это продумывать. Заранее продумывать, где будет стоять рабочий стол. Как стул около него будет располагаться, всем ли это будет удобно. Как диван здесь будет стоять. Влезут ли гости, сами хозяева за обеденный стол. Удобно ли будет готовить. Здесь все, абсолютно все, выверено по правилам эргономики. Это вандерфольно. Это эмейзинг. Это восхитительно. Это шикарно. Итак, подводя итоги. Квартира 94 метра. Полностью развернутая, как веер у прекрасной дамы. Но для планировки это не совсем прекрасно. Но, что делать? Приходится с этим работать. И надо сказать, что в умелых руках все получается, друзья. Ну и с точки зрения удобства, чтобы гости не ходили в хозяйскую ванну-санузел, есть гостевой. И вот тут, конечно, мы оторвались по полной программе. Сделали санузел полностью черным. И почему-то об этом мы подумали именно на этапе планировки. Раковина, унитаз, достаточно пространства. Понимаете? То есть квартира на монохроме. Санузел полностью черный. Весь интерьер. Кухня-гостиная белый. И вот такой контраст замечательный получился. Подписывайтесь на канал. Шлите своим друзьям, знакомым. И обязательно отправьте в отдел продаж. У ГМК, кто продает квартиры в башне и сеть. Туда отправляйте, чтобы они смотрели, как надо делать планировки. А то они вам предлагают готовые ремонты. А готовые ремонты они делают вот в таких планировках. А здесь жить нельзя, понимаете? Невозможно. Это неудобно, нелогично. И вообще это капец какой-то. Поэтому все ко мне. Подписываемся на канал. Всем рассылаем. Жмите на колокольчик. Скоро выйдет новое видео. Всем пока. Да пребудет с вами муза. И удобная планировка. Субтитры сделал DimaTorzok